Вечерняя служба Сегодня замечательный оркестр Духовой Глория И после этого будут слайды, будет некролог и будет пение Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил вечернее служение Отец Небесный, мы благодарны Тебе за жизнь и дыхание Благодарим Тебя, что имеем возможность быть собраны здесь под крыльями Твоими И общаться, читать Твое Слово, вникать, молиться, петь И сегодня в этот вечер мы призываем Твое святое, досточтимое имя на это святое место Чтобы Ты благословил наше общение Благословил Слово, чтобы оно было сказано в силе Святого Духа Чтобы мы получили назидание, получили пищу духовную Господи, благослови гимны, которые будет исполнять Духовой оркестр Благослови наше общее пение и молитвы, которые будут возноситься Тебе А также, Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил и вторую часть Вечер памяти, время памяти нашего дорогого брата Александра Николаевича Горбенко Господи, мы молим Тебя, чтобы Твое утешение, Твоя близость сейчас была особенно с родными и близкими Чтобы они почувствовали, что Ты являешься самым дивным утешителем Господи, будь с ними и благослови их, а также всех нас Пусть этот вечер пройдет так, чтобы мы получили радость от пребывания на фаворе Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь Мы поем все вместе «Всегда удивляться я должен» Всегда удивляться я должен, Христос, что нас возлюбил Ведь я был неправный исполнен, а Ты кровь за нас правил О, меч чудная, вечно новая, слушать я ее готов О, меч чудная, вечно новая, про Спасителя любовь О, меч чудная, вечно новая, слушать я ее готов О, меч чудная, вечно новая, О, меч чудная, вечно новая, про Спасителя любовь О, так было Бога по сходе, Христа, чтобы подкреплять О, меч чудная, вечно новая, вечно новая, Вечно новая, вечно новая, слушать я ее готов О, меч чудная, вечно новая, про Спасителя любовь И славу Христа узрю, о том, что грешников любит, на небе я им спою. Повесть чудная, вечно новая, скучно тьмя в ее готов. Повесть чудная, вечно новая, разгласит тебя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Давайте с 18-го начнем. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вы знаете, так Господь соделал, что мы с вами живем в таких обстоятельствах, можно сказать, благополучия, в обстоятельствах, когда у нас многое есть, у нас достаток, мы, можно сказать, достаточно, но независимо от этого, насколько мы достаточны, благополучны материально. А у нас у каждого есть свои нужды и проблемы, заботы, переживания, неотвеченные вопросы, и этого не отнять. И у апостола Павла тоже были свои нужды и переживания. И хотя это был муж молитвы, он молился очень много и молился очень о многих, и учил, как нужно молиться, но он и сам испытывал проблемы и определенные волнения и просил, о чем молиться. Вы знаете, вот момент, который он говорит здесь, чтобы молились о нем, чтобы ему давно было слово. Когда брат Петр молился здесь, на этом месте, он говорил о том, чтобы Господь послал нам слово, чтобы нам иметь назидание в разных ситуациях. Слово – это не просто информация, которая ведет к определенному знанию. Это живое слово, которое способно питать душу, которое назидает нас. Это слово от Господа, это слово «Рэмо», это слово, открытое конкретным людям, в конкретном месте, для конкретной цели, для нас с вами сегодня. У каждого разные переживания и нужды. Я помню такой момент здесь в Сакраменто происходил, в одной семье умер он мальчик 9 лет. И папа очень переживал. Многие молятся, церковь молятся, в посте, родственники молятся, друзья молятся, чтобы этот мальчик как-то, может быть, вылечился, исцелен был. И отец молится и читает слово, ему нужно. И вы знаете, когда он дошел до этого места, которое он читал, много раз, может быть, в своей жизни, в послании к евреям, в 5 главе, 7 стих, и он читает об Иисусе, ибо он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоволение. Он молился и был услышан, и он говорит, я тогда понял, что небеса меня слышат. Я услышан, но я не буду избавлен. Но сердце мое успокоилось. Этот мальчик отошел в вечность, но этот брат получил утешение, потому что он получил живое слово от Господа, нужное ему в данное время, в данном месте, в данной ситуации. Иногда вы знаете это слово, которым вы нуждаетесь. Оно нередко в Писании называется пророческим словом. Очень распространенное мнение существует, что пророк – это тот человек, который говорит о будущем только. Но пророк – это не тот человек, который говорит о будущем только, но это тот человек, который дает оценку настоящему. И Божье слово, живое слово – это то слово, которое дает сегодня оценку настоящему, настоящей ситуации. Ибо написано, что в Деяниях 15 главе «Иуда и Сила, будучи пророками, обильно преподали слово наставления для утешения в вере братьев и сестер». Вы знаете, это очень важно – иметь слово сегодня. Сегодня вот такая ситуация и здесь, на этом месте, когда вот на 77-м году жизни ушел брат в вечность, и родственники скорбят в печали, в переживаниях – им тоже нужно слово. Слово от Господа. Я помню пример, когда приводил Франц Георгардович Тисен о том, что в его служении однажды подошла к нему молодая пара, и говорят, что это были люди неверующие с улицы, вот так его встретили, они говорят, что у нас в общем ситуация такая, мы разводимся. Печальная картина сегодня, мы наблюдаем иногда такие вещи, мы разводимся, но если вы скажете слово какое-то, то мы, может, переменим ваше решение. Представляете, какая ответственность. Если вы скажете слово, мы изменим наше решение. Если не скажете, то, ну что ж, как есть, так есть. И он говорит, я смутился на время, а потом говорит, знаете, приходите в собрание, у нас будет служение, у нас будет проповедь, у нас будет пение, вы придете и, может, что-то услышите. Не успели они отойти, когда подходит молодая девушка. Это прямо на улице. И говорит, вы знаете, у меня в жизни проблемы, депрессия, я собираюсь покончить жизнь самоубийством, но если вы скажете слово, потому что я слышал о вашем служении, я слышал о вашей церкви. Если вы мне что-то скажете, такое, что может переменить мое решение, я не буду этого делать. Приходите на собрание. И вы знаете, жизнь завертелась у этого человека, вот так все и шло по нарастающей своей амплитуде. И вот воскресное богослужение, он говорит, я приготовился, я написал, что мне нужно было, идет собрание, пение, и вот открываются двери, и заходит эта молодая пара. Они заходят и садятся на заднем ряду, вот так вот на лавке, а я смотрю, а у меня им нечего сказать. У меня есть конспект, но у меня нету слова. Только я об этом подумал, заходит и эта девушка. Что делать? Он говорит, я молюсь Господу. Господи, дай мне это слово, которое способно, которое может ответить на эти вопросы, на эти нужды. И он говорит, я молился, хор пел, вокруг все происходило, и Господь подарил мне это слово. И было очень сильное служение, были покаяния. Это сам Господь дает. Это слово, которое способно питать душу. Друзья, нам также сегодня, всем, каждому из нас, в разных ситуациях, вот особенно семье, которая сегодня переживает, необходимо слово от Господа. И сегодня будет пение, сегодня будет проповедь, сегодня будет игра на музыкальных инструментах. Все это, это все передача Евангелия. Музыка это тоже свидетельство Евангелия, только в нотах, стихотворение в стихах. Но это все говорится о Слове Божьем. Нам нужно просить сегодня, чтобы Бог дал нам сегодня это слово, для того, чтобы мы получили ответы на свои вопросы, для того, чтобы мы имели выход для решения наших нужд. Господь дает нам это право. Просите, и дано будет вам. Я думаю, что сегодня мы также имеем эту нужду все. Поэтому, братья и сестры, время беги, давайте мы сейчас склонимся для молитвы и попросим, чтобы Господь сегодня дал каждому из нас необходимое слово, с какой нуждой мы сегодня пришли на это место. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 Нежный голос был в сердце моем, Но в гордости я не решался сказать Иисус мой, я страдаю Иисус мой, ты нужен мне Ты сердце больное Изречи мое Иисус мой, хочу к тебе В душе одинока и холодна О, когда нет тебя рядом со мной Иисус мой, мой спаситель Ты, Бог мой, люблю тебя Быть хочу рядом Видеть тебя Иисус мой, прости меня Иисус мой, мой спаситель Услыши Прости меня Прости меня Ты сердце больное Изречи мое Иисус мой, прошу тебя Иисус мой Иисус мой Иисус мой Иисус мой Иисус мой Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 где Он исцелял или делал какие-то великие, а может быть, и не очень великие дела, а просто обычные для Него дела. Но есть один дом, который особо выделяется из всех. Это дом, в который Иисусу Христу хотелось всегда идти, когда было особенно трудно. И вот последнюю неделю перед Его распятием Он был в этом доме. Он находил там покой в своей душе. Он находил там подкрепления. Он находил там людей, которые были возле Него, и которые все были проникнуты в этой темой, которая была Ему дорогой, темой Его будущих страданий. Что же это за дом, к которому Иисусу Христу было хорошо? Давайте мы прочитаем с вами из Евангелия от Луки. Мы читаем 12 главу и прочтем с 1 по 11 стихи. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним. Мария же, взяв фунт народового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Ну, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же Он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения Моего, ибо нищих всегда имеете с Собою, а Меня не всегда». И многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Братья и сестры, вот такое прекрасное место. И, конечно же, любой дом, он красится не вещами, а он красится людьми, той атмосферой, которая находится в нем. И поэтому, когда мы будем сейчас обращать на это внимание, какая атмосфера была в этом доме, какие люди находились, и самое главное, как они относились к Иисусу Христу, возможно, поможет это и нам сделать так, чтобы и мы осознавали, что в нашем доме хорошо нашему Господу. Иисусу Христу. И в нашем личном доме, и в нашем доме молитве хорошо. Итак, какой же должен быть этот дом? Что это за дом, в котором Иисусу Христу хорошо? И первое, братья и сестры, мы читаем во втором стихе, написано, что там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. И мы получаем ответ, что в дом, которому Христу было хорошо, это там, где в центре внимания был кто? Христос, правда? Там, где всегда в центре внимания Христос. Потому что, как только он вошел в дом Марии, Марфы, Лазаря, сразу же он стал вот объектом внимания этих людей. И они хотели вот все сделать ради него, чтобы ему было хорошо. Возможно, они видели, насколько ему трудно даются эти последние дни на этой земле. Может быть, не все до конца не понимали, но они все хотели сделать, чтобы ему было хорошо, и поэтому они поставили его в центр внимания. Братья и сестры, в центре внимания нашей жизни, нашего служения, нашего дома молитвы, всего нашего должен быть Иисус Христос. Вы согласны с этим? Когда Он, когда ради Него, когда мы едим, пьем или иное, что делаем, и все это делаем во славу Господа Иисуса Христа, ради Него, вот тогда, конечно же, Иисусу Христу хорошо в этом месте. Поэтому это очень важный такой момент, который мы находим здесь. Мы видим, что Марфа служила. Мы видим, что Лазарь, посмотрите, он был одним из возлежащих с ним. Лазарь мог бы сказать, ну, там вот народ столпился, я как раз пойду немножко проевангелизирую, как раз они собрались вот там. Но он предпочел, он очень хорошо понимал, что в данный момент нужно сделать все, чтобы в центре внимания был Иисус Христос. Братья и сестры, и мы сделаем так, чтобы в нашем доме в центре внимания был Христос. Как это достигается? Конечно же, когда прежде всего мы все совершаем в нашем доме ради того, чтобы угодить Иисусу Христу. Когда в нашем центре внимания есть духовные вещи. Когда мы хотим, чтобы поступать по Слову Божьему. Когда мы хотим жить так и вести хозяйство так, чтобы оно соответствовало Священному Писанию. Тогда, когда мы думаем об этом, насколько Господу хорошо в нашем доме, тогда, конечно же, Он всегда будет в центре нашего внимания. Второе, братья и сестры, в доме, в котором Иисусу Христу хорошо, мы также находим с вами вот здесь, когда мы читаем о Марии, которая, мы видим с вами, она взяла это нардовое масло, драгоценное, разбила его и волосами своими отерла ноги его. Братья и сестры, мы делаем второй вывод, что в доме, в котором Иисусу Христу хорошо, там не только в центре внимания Христос, в этом доме жертвуют ради Христа. И причем как жертвуют? Посмотрите, Мария отдала самое лучшее. Мы не знаем, насколько она, для чего она сберегала всю эту массу. Мы знаем только, что этот стоило очень дорого. Особенно это стоило очень дорого для нее самой, для Марии. Тысяча динариев, это практически три года можно жить за этот счет. Представьте, если вы каждый день в течение трех лет будете получать хотя бы по 100 долларов. Это неплохо. На эти деньги хотя бы можно прожить. И вот она все это отдала и пожертвовала ради Иисуса Христа. Она пожертвовала лучше. Она не только пожертвовала лучше. Друзья, она здесь, мы читаем, она не обращала внимания на то, что для некоторых такие жертвы, знаете, были непонятны. Когда мы осуществляем какие-то наши дела, какие-то наши служения, не всегда наша жертва понятна другим. И очень часто люди останавливают нас, бьют, как мы называем, по рукам. И мы иногда вот стесняемся, может быть, где-то смущаемся, идем на поводу. И как бы вот, ну, раз так люди думают, то я не пойду, не буду здесь служить. Но, друзья, мы видим с вами, что Мария не обращала внимания. Писание нам говорит о некоторых вот мыслях людей, которые укоряли, даже не укоряли, а как-то вот пытались второй вариант, альтернативный дать вариант траты этого вот драгоценного масла. И Писание говорит о мотивах, которые имели, вот имел этот человек. Но мы делаем из этого вывод, что братья и сестры в доме, в котором Иисусу Христу хорошо, в этом доме жертвуют ради Христа. Жертвуют лучшим и жертвуют, не обращая внимания на то, кто что подумает и кто что скажет. Я помню, как однажды как-то Господь обличил меня вот в такой момент, когда к нам пришли однажды гости. И я думаю, ну, чем их надо угостить? Открываю холодильник, смотрю, лежит курочка. Ну, думаю, курочку мы и сами съедим. Ну, вот копченую колбаску можно. Взял ее, и Господь говорит, а не лучшее ли нужно отдать? Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас сталкивается постоянно с выбором, что ему отдать для Господа. Пусть наше сердце будет помнить это местописание и помнить, что в доме, в котором Иисусу Христу хорошо, там не только, как мы сказали, он в центре внимания, но и там жертвуют ради Христа. Жертвуют лучшим и жертвуют независимо от того, кто думает что и говорит по этому поводу. И третье, последнее, братья и сестры, характеристика дома, в котором Иисусу Христу хорошо, мы читаем из вот ситуации или вот того, что написано о Лазаре. Посмотрите, с 9 по 11 стихах мы читаем с вами, что здесь рассказывается о том, что Лазарь был одним вот из тех, которого хотели убить. Многие иудеи узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы и видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Братья и сестры, и мы тоже можем сделать такой вывод, что в доме, в котором Иисусу Христу было хорошо, еще свидетельствуют о нем. Но обратите внимание, мы не читаем, чтобы Лазарь что-то говорил, но что мы видим? Жизнь Лазаря, то, что с ним сделал Господь, без его слов стало свидетельством живым для этих людей. И они пришли, они хотели увидеть, они хотели пощупать. Помните, после его воскресения, после того, как 4 дня он лежал во гробе, он восстал, и люди действительно поражались этому чуду. Но не только этот момент. Обратите внимание, что когда мы читаем 11 стих, написано, что потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. То есть они приходили посмотреть на Лазаря, увидеть, что произошло с Лазарем, но это соприкосновение с ним вело их к Иисусу Христу. Оказывается, мы должны не только свидетельствовать об Иисусе Христе, не только свидетельствовать словами и своей жизнью, но свидетельствовать и так, чтобы прославлялось не наше имя, а прославлялось имя кого? Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому мы видим с вами, что в доме, в котором Иисусу Христу было хорошо, там свидетельствовали о Нем, свидетельствовали той жизнью, которую Он изменил в этих людях. И свидетельствовали, ставя Его в центр внимания и прославляя Его имя. Братья и сестры, наверное, эти люди были такими потому, вот Мария, Марфа и Лазарь, потому что они много соприкасались с Иисусом Христом. И соприкасаясь с Ним, они смотрели на Него и видели пример, потому что Иисус был такой. Потому что в центре своего внимания Иисус всегда ставил волю Своего Небесного Отца. И, конечно же, тех людей, которых Господь Отец поручил Ему, Его учеников. И Он всегда находил время для того, чтобы помочь им, для того, чтобы уделить им какой-то момент, чтобы рассказать, пояснить, объяснить. Ведь Иисус Христос жертвовал для Своих учеников лучшим. Он жертвовал лучшим временем, то время, которое Он мог уделить для отдыха. Он уходил вместе с ними, что-то пояснял, рассказывал. Но самое главное, Он пожертвовал ради них Своей жизнью. За них Он молится Отцу, я предаю душу Свою. За нас с вами Он пожертвовал лучшим. И когда мы смотрим, дорогие друзья, о свидетельстве, то всегда, когда Он что-либо делал или что-то говорил, Он говорил, что это Отец Мой делает. Слова, которые я говорю, Отец Мой говорит. И люди, видя, что делает Он, прославляли Господа. И как Иисус учил, говорил нам, вы свет миру. Но так досветит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Вот, братья и сестры, рассматривая эту евангельскую историю, хочется взять вот эти прекрасные примеры, чтобы что-то поменять в своей жизни. Что-то поменять, может быть, в своем служении, может быть, в своем отношении. И мы видим здесь вот эти простые истины. Может быть, вы увидите больше, но вот я предлагаю вам обратить внимание на эти три истины, вот на этих три характеристики, что в доме, в котором Иисусу Христу хорошо, этот дом в центре внимания имеет Иисуса Христа. Будем и мы иметь Иисуса Христа в центре внимания. Говорить о Нем с нашими детьми. Читать о Нем с нашими детьми. Уделять время для молитвы, чтобы лучшее время было для Христа. В этом доме жертвуют лучшим для Христа, несмотря на кто, кто что говорит. И мы с вами. Пусть лучшее время принадлежит Ему. Пусть лучшее все в нашем доме принадлежит Ему. И третье. В этом доме свидетельствуют об Иисусе Христе. Пусть и мы с вами, которые красим наши домы и молитвенные, и наши личные, пусть и мы с вами будем хорошими свидетелями нашего Господа Иисуса Христа, прославляя Его имя и давая возможность людям и в нас увидеть ту великую работу Бога, которую Он совершил на Голгофском кресте. Ему слава, честь и хвала за все великому Богу нашему, Отсуственную Святому Духу. Аминь. Небеса, 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 В моем сердце ваша глубина. Знаю, ждут меня они, Сам Спаситель у двери В дом родной зовет, Приди. Сила Божия у Тебя, Научи нас жить, любя, Научи нас не роптать, Всем всегда прощать, Стремиться в небо мы войти, Господу плоды Духа принести, Награду Божью получить, И всегда с Иисусом быть. Небеса, 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 Для меня реальней, чем земля. Знаю, ждут меня они, И Спаситель у двери Позовет меня, Приди. Сила Божия у Тебя, Научи нас жить, любя, Научи нас не роптать, Всем всегда прощать, Небеса, небеса, небеса самая заветная мечта славу ангелы поют все святые бога что скоро в небо я сила у тебя на ученых жить любя научи нас не роптать Всем всегда прощать. Стремиться в небо мы войти, Господу плоды духом принести. Награду Божью получить И всегда с Иисусом быть. И всегда с Иисусом быть. И всегда с Иисусом быть. Приветствую вас, Церковь. Утешение нашей семьи и также для всех нас, как напоминание и назидание, хочу прочитать в начале места из книги Откровений, 14 глава, 13 стих. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, «Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Горбенко Александр Николаевич родился 6 ноября 1939 года в городе Джамбули, Казахстан в семье Николая Ефремовича и Екатерины Сидоровны. Детство Александра проходило военное и послевоенное время, время нищеты, голода и гонений на христиан. Когда Александр был еще маленьким мальчиком, его отца посадили на 10 лет за его убеждение и любовь к правде и справедливости. Часто папа рассказывал детям, а позже и внукам о том, как они кушали глину и представляли, что это конфеты, как они рады были корочке хлеба, как ждали с нетерпением, когда их мама принесет им что-нибудь поесть. После освобождения отца из заключения семья Горбенко переехала в село Тюлькубас, там он покаялся и принял крещение. По истечении нескольких лет семья опять переезжает в Джамбу, где папа активно участвовал в строительстве молитвенного дома и позже принимал посильное участие в поместной церкви. 13 июня 1965 года Александр вступил в брак с Бобровской Валентиной Ивановной, с которой он прожил 39 лет. Господь подарил им шесть детей, три девочки и три мальчика, но старшая дочка у них родилась мертвой. В своей жизни папа был мастером на все руки, был развит разносторонне, работал слесарем, сантехником, плотником, штукатуром, а также занимался сельским хозяйством. В январе 1998 года Александр с семьей переехал на постоянное место жительства в США. По приезду в Штаты он начал посещать Брайцкую церковь, в которой оставался членом церкви до конца своей жизни. В октябре 2004 года после продолжительной болезни Господь отозвал его супругу и пару лет спустя Александр повторно женился на Семашкиной Лиде Семеновной, с которой прожил 10 счастливых лет. В своей жизни, при любой возможности, он старался посещать церковь, любил петь и даже в малом старался быть полезным в семье, в церкви, в обществе. Бог подарил ему 19 внуков, которых он очень любил, нянчил по мере возможностей и всегда благословлял. В сентябре месяце здоровье Александра значительно стало ухудшаться. Тем не менее, он успел в последний раз поучаствовать в Вечере Господней и спустя два дня скорая помощь увезла его в госпиталь, где три дня врачи пытались поддержать здоровье и жизнь нашего папы, но Бог уже усмотрел его переход. И 9 сентября, в пятницу вечером, в присутствии пресвитера, детей и супруги, наш папочка перешел к Господу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, особенно хочу выразить искреннее соболезнование и сыновьям, и жене, и всем близким, родным Александру Николаевичу, который ушел в вечность. Это разлука, друзья. И я понимаю, что эти дни для вас сейчас нелегкие, но пусть Господь вас утешит. И сегодня желание моего сердца с вами как бы вместе порассуждать, опять же, на основании Священного Писания, что мы имеем во Христе. Вы знаете, я такой же человек, как и вы, и в жизни своей переживал, можно сказать, разные были периоды, бывали хорошие, радостные, бывали очень тяжелые дни, печальные, когда терял очень близких, дорогих. И в то время единственное утешение для меня было это то, что я имел в Боге. Если бы я не имел этого внутри себя, вы знаете, я чувствовал себя очень бы, не знаю, насколько обездоленным и несчастным человеком. Потому что, живя в этом мире, многие люди даже не знают, зачем они сюда пришли, для чего живут, и что будет после их ухода с этой земли. В отличие от прочих людей, от людей мира сего, верующие люди имеют эту привилегию от Бога знать. Братья и сестры, веровать и знать, что Бог какой план имел к нам, даже когда мы еще не родились, что Бог приготовил нам в настоящее время и что нас ожидает в будущем. Я читаю послание к Ефесянам с первой главы, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью и вопрощение грехов по богатству благодати Его, какую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей». Дорогие друзья, когда-нибудь вы задумались, когда нас еще не было на Земле? Когда мы не существовали? Вас тяготит это время, которое вы не знаете? Абсолютно, правда, не тяготит? Мы пришли где-то уже в шестом тысячелетии от создания мира, шесть тысяч лет, и, вы знаете, оказывается, что у Бога уже в прошлом то, что нам, можно сказать, сегодня открывает только история, открывает священное Писание, говорит нам, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы, не порочи перед Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Братья и сестры, прежде создания мира у Бога уже был план, чтобы избрать особый народ. У Бога был план, чтобы этот народ искупить. Это настоящее время, которое мы с вами переживаем. Написано, в котором мы имеем искупление кровью Его, то есть во Христе Иисусе, прощение грехов по богатству благодати Его. Мы пережили, уверовали и пережили прощение грехов. Получили новое рождение. Бог нас усыновил. Он назвал нас своими детьми. И это действительно очень большое преимущество. Вы знаете, вообще, если признались бы сегодня честно люди этого мира, что их больше всего беспокоит в настоящее время, в этой жизни, я думаю, что многих беспокоит именно их положение в этом мире, насколько они влиятельны или признаны в этом мире, и что их ожидает в будущем. Это всех людей волнует, понимаете? И очень многие разочаровываются, когда они не могут достигнуть то, о чем они мечтали. И даже достигнув то, о чем мечтали, каждый человек понимает, что это очень временно, и удержать его навсегда невозможно. Жизнь уходит. Вы знаете, как бедные умирают, и богатые умирают, люди, которые имеют миллиарды, и они не могут ни за какие деньги купить себе, продлить время. Они готовы платить врачам любые деньги, чтобы только еще хотя бы немного пожить. И вы знаете, есть такое иносказание, как-то спорили здоровье, богатство и совесть. Кто из них больше? И вот деньги или богатство, говорит, за деньги все можно купить. Примерно такой, можно сказать, идеологией сегодня пропитаны люди мира этого. За деньги все можно купить. И здоровье можно, да, операции сложно можно делать. И деньги как будто бы определяют всю сущность бытия. А здоровье, говорит, вопреки всего этого, да нет, пожалуй, не настолько важны вы деньги, как здоровье, потому что, когда нет здоровья, люди готовы все отдать. И все свои сбережения, и все, чтобы только что продлить жизнь или поддержать здоровье. И в конце концов совесть говорит, ни богатство, ни здоровье ничего не стоит, если человек потерял совесть. Братья и сестры, это говорит о нашем искуплении во Христе Иисусе. Мы были грешниками, и без Христа мы погибшие грешники. Мы бы ничего не, можно сказать, не имели никакой надежды. Разве мы лучше чем-то других в этом мире? Скажите, пожалуйста, лучше мы. А почему Бог нас избрал? Здесь ответ нам дает Слово Божье, говорит, по богатству своей благодати, в похвалу славы благодати своей, потому что Бог так определил. Почему избрал Бог еврейский народ? Он говорит в Священном Писании, в Ветхом Завете, не потому что вы были многочисленнее других, не потому что вы были лучше других, а потому что Богу было угодно избрать себе этот народ, и Он их облагодетельствовал. Так вот, Бог избрал нас. Прежде создания мира написано, у Бога был план ко спасению нашему. Бог искупил нас, облагодательствовал нас во Христе Иисусе, и это по благоволению Его воли. Он так захотел, так Бог захотел, чтобы Его богатство, благодати, оно будет прославляться во веки веков. Но фактически это спасение предлагается сегодня всем. И Бог сегодня зовет, говорит, придите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вы знаете, люди просто пренебрегают Божьим призывом и пренебрегают именно тем богатством, которое Бог обещает нас обогатить. И Он уже нас обогатил, потому что третьим стихом мы здесь прочитали. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением где? В небесах. Всяким духовным благословением в небесах. Именно здесь подчеркивается, что Он благословил нас, источник благословения является сам Бог. И это благословение, оно духовное. Это источник нематериальных благ. Это непроходящее, а это духовное, которое будет на веки и веки принадлежать тем, которым Бог благословил в небесах. И будущее наше, дорогие друзья, смотрите, что говорит опять же с 9 стиха этой же главы, где мы прочитали. «Открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы сделались наследниками, был предназначен и тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Дорогие друзья, Бог благоволил все и земное, и небесное во Христе Иисусе соединить в одно, и чтобы мы были наследниками этого вечного Царства Божия. Интересно, что мы ничего не значущие в этом мире люди. Простые. Апостол Павел Коринфианом, он перечисляет, говорит, «Посмотрите, кого избрал Бог, ничего не значущих в этом мире, для того, чтобы немудрое миро всего, чтобы постромить мудрое, немощное миро избрал Бог, чтобы постромить сильное, незнатное миро, уничиженное, ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Я очень хорошо знал брата Александра, Лиду и все ваши семейства. Вы знаете, простой человек, простой человек, но у него было всегда желание, я не ошибусь, как Павел свидетельствовал, у него было всегда желание быть в Доме Божьем. Это правда? Он любил Господа. И он, дорогие друзья, ходил перед Богом до последнего дня, буквально за несколько дней до этого, когда он уже не смог больше ходить, он был еще, участвовал в хлебопреломлении, последнее воскресенье, которое было у нас 4 сентября. «Сегодня он в вечности. Сегодня он уже гражданин неба. Живя здесь на земле, простые люди, мы имеем гражданство небесное. И когда Бог отзывает от земли своих, для мира может быть ничего не значащих, простых, но это Его дети, которые будут в вечности сонаследниками Христу». Так говорит Писание. И это Он открыл нам. Будущее нам открывает Бог. И вот поэтому я говорю, братья и сестры, для верующего человека жить на этой земле гораздо лучше, гораздо радостнее, потому что мир Божий наполняет нас, наши сердца во всякое время. И даже когда мы переживаем, нам приходят слова утешения из Библии, слова Божие. И Бог открывает нам будущность. Бог показывает, что ожидает нас в будущем. Пусть Бог утешает вас, но придет время. Даже те, кто все здесь сидят, братья и сестры, мы все временные здесь на земле. И Библия говорит, что наше жительство на небесах. Только бы не потерять веру, только бы до конца остаться верным Господу. Вот читали записку, и кто-то просит от своих близких, родных. Потеряли веру некоторые, не верят в Бога. Дорогие друзья, это говорит о том, что мы не верим Божьим словам, Божьим обетованиям. Это говорит о нашей бедности души, несмотря на то, что мы христиане, но мы не знаем именно Его воли по отношению к нас. Мы не знаем, до конца не верим тому, что какие благословения Бог излил на нас сегодня, уже во Христе. И Библия говорит, что мы имеем полноту во Христе Иисусе. Все наши нужды и настоящей жизни и будущей мы будем только удивляться. Я представляю себя иногда, ну, как сказать, человеческим, своим разумом ограниченным, что мы будем многому, многому удивляться и всю вечность. И когда мы придем в вечность, мы скажем, Господи, ну, за что же это мне? Неужели это действительно все для нас, для меня? Дорогие друзья, я верю, что те, которые до конца останутся верны Господу, они будут с Господом и вечно прославлять Его имя. Пусть Бог благословит вас. Я хочу сказать, что похоронное служение будет в среду на кладбище Албурн в 10 часов утра. Поэтому где-то в 9.15 уже будут отправляться автобусы от Солана, кто пожелает поехать. И наш долг провести в последний путь уже тело Александра Николаевича. Просьба, кто сможет, пожалуйста, придите, особенно из хористов, кто сможет помочь в этом служении. Я думаю, что это то время, когда мы должны идти в дом плача, там, где есть плачущие, чтобы помочь нашим братьям и сестрам, утешить их, да благословит нас во всем Бог. А мы сейчас помолимся в заключении и поблагодарим за все Господа. Аминь.